Открытый диалог с Александром Непомнящим Открытый диалог с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр! Добрый день! Здравствуйте! И начнем мы, наверное, с Турции. Напряжение там нарастает. Вот об этом давайте поговорим. Да, к сожалению, Турция стала частой темой наших разговоров, поскольку действительно эта страна последовательно превращается в один из главных источников неприятностей и проблем в нашем регионе. На самом деле не только в регионе, но и вообще в целом по миру. Но, пользуясь возможностью, я поздравлю наших слушателей с праздником Симхат Тора, окончание праздника Сукот, длившегося неделю, заканчивается веселым праздником Симхайс Торы, как говорили ашкеназы. В наши предки. И как Симхат Тора, как говорят у нас, к сожалению, обычно в этот день, в это праздники, на исходе его, евреи танцуют со свитками Торы. Это очень веселый праздничный день. На этот раз в Израиле танцев не будет, поскольку у нас карантин. И, как я спросил у своего сына, будут танцы? Он говорит, будут, будут, только по зуму, то есть только по видео. Поэтому в этом году праздник не очень веселый, но, тем не менее, будем надеяться, что уже в следующем году все вернется на круги своя. И замечательная традиция уличных танцев и веселья, общего гуляния, она вернется на улицы Израиля. И дай бог, что все мы были здоровы и все выкарабкались из этой напасти. Ну, а что касается Торции, действительно, можно сказать, что на протяжении последних месяцев, на самом деле даже и больше, наверное, президент Торции Реджеп Тейпер Даган последовательно и делами это развеивает последние сомнения в своей враждебности по отношению к США и союзникам США по НАТО и вообще-то по Ближнему Востоку. Он этого добивается, конечно, сразу многими способами. Во-первых, мы помним, Эрдоган приобрел российскую зенитно-ракетную систему С-400 и, как бы бросая вызов США и НАТО, объявил намерение испытать эту систему, причем он обещает это сделать в самое ближайшее время. Он, как мы хорошо знаем, разрушил давний стратегический союз своей страны с Израилем. Этот союз восходит еще к 50-м годам прошлого века. Его строил еще Бен-Гурион, и это был действительно очень полезный и важный союз военно-стратегический и торговый между двумя странами, которые извлекали из него огромную выгоду. Все это было разрушено Эрдоганом. Мы очень хорошо помним, в общем, пику этих всех разрушений уже скоро 10 лет. Эрдоган регулярно угрожает Саудовской Аравии, Египту и Объединенным Арабским Эмиратам и не упускает ни одной возможности, чтобы нанести этим государствам какой-то ущерб, при этом активно сотрудничая против них с режимом Айтоу в Иране. Одновременно Эрдоган стал и покровителем другого врага, так называемых умеренных сунитских режимов, это братьев-мусульман. По сути дела, Эрдоган сейчас объявил себя главой этой международной структуры. Тут недавно один из соратников Эрдогана, бывший депутат его партии, опубликовал такую карту новой Османской империи, Великой Турции. Самого Эрдогана он вывел там султаном. Собственно, Эрдоган даже не скрывает, что он мнит себя новым султаном Османской империи. А границы этой новой Османской империи, границы Великой Турции, включают всегда очень большие территории соседних стран, как Северная Греция до восточных островов Гридейского моря, и половина Болгарии, и весь Кипр целиком, и значительная часть, вообще большая часть Армении, и большие районы в Грузии, в Ираке, в Сирии. Эрдоган, как мы знаем, последовательно поддерживает сунитских джихадистов и в Сирии, и в Ливии. При этом в своей деятельности в Сирии и в Ливии, по сути дела, Эрдоган обостряет конфронтацию Турции не только с США и НАТО, но и с Россией, которая поддерживает противоположную сторону в обеих упомянутых новой фондов. Теперь мы знаем, Эрдоган открыл на Кавказе новый фронт против России, по сути дела, способный перерасти в большую войну, он поддерживает Азербайджан против российского союзника и вассала Армении в войне за контроль над известной нам Нагорно-Карабахским районом. Как в этой ситуации следует вести себя США? Как вести себя по отношению к Эрдогану, лидеру страны, которая входит в НАТО и обладает стратегическим положением на стыке двух континентов? Страны-союзника, которого в Вашингтоне на протяжении долгого времени считали неизаменимым. Мы знаем, что Пентагон, военное ведомство, американское настойчиво отвергает любые призывы осадить Турцию. И достаточно беглого взгляда на карту, чтобы понять, чем мотивированы американские генералы. Турция расположена фактически под брюшье России. И свои огромные территории обеспечивает войскам США легкий и прямой доступ, теоретически, потенциально, к ключевым театрам возможных военных действий и в Центральной Азии, и на Ближнем Востоке, и, собственно, непосредственно в России. И для того, чтобы сохранить эту позицию, США до сих пор вновь и вновь игнорировали турецкую агрессию в отношении своих союзников и партнеров по региону. Так вот, в 2019 году, в немалой мере, ради того, чтобы сбежать этой прямой конфронтации между американскими и турецкими войсками, США, как мы помним, согласились оставить кортские силы в Сирии, несмотря на то, что корды играли в войне с ИГИЛом ключевую роль фактически. И лишь недавно государственный секретарь Майк Помпео, посетив Грецию, призвал ее лидеров прекратить выступать против Турции и ответить на турецкую агрессию как бы в поиске дипломатического решения. То есть, это дипломатическое решение на турецкую агрессию. Мы знаем, что все это в итоге кончилось тем, что Франция как бы влезла в эту вакуну, подогнала свой авианосец, по сути дела, единственный, который у нее есть, поближе к... туда вот в спорную территорию, и Турки немедленно убрались. Ну, а США как бы старались это все дело успокоить. И вот из-за этой упомянутой уже мной стратегической важности Турции США закрывали глаза раз за разом и на покровительство Турции Хамасу. По сути дела, Хамас уже давно создал там свой оперативный центр. База Хамаса находится сегодня в Турции. Более того, на протяжении всех тех лет, что ИГИЛ контролировал значительную часть Сирии и Ирака, США ни разу не требовали от Турции серьезно ответить за то, что Эрдоган, по сути дела, предоставил на своей территории этой группе джихадистской возможность использовать турецкую землю и как материально-техническую базу снабжения, и как экономический центр, и даже как центр мобилизации добровольцев. Но вообще во время президентства Барака Обамы заискивание перед Эрдоганом это было частью общего внешнеполитического подхода. Обама и его вице-крезидент Джо Байден сейчас, это очень важно напоминать, что Байден был во всей этой истории очень тесно и плотно замешан. Обама и Байден стремились перестроить вообще всю систему альянсов США на Ближнем Востоке. Они отдалились от Израиля, но не только от Израиля, но и от традиционных арабских союзников США, суннитов, вот этих самых Египтов, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов. И одновременно сблизились с Ираном и с братьями-мусульманами. Не случайно Обама в 2012 году, по-моему, в интервью заметил, что он общается с Эрдоганом больше, чем с любым иностранным лидером. Напомню, Эрдоган, по сути дела, сегодня является главой Всемирной Организации Братьев-мусульман. О том, в какой мере Обама был близок к братьям-мусульманам. В общем, можно спорить. Конспиративные теории говорят о том, что он был братом-мусульманам. Как бы входило в эту организацию люди, сторонящиеся конспиративно, каких-то теорий конспирации говорят, что он, конечно, не был, может быть, братом-мусульманам, но то, что он симпатизировал этой организации, это очевидно. Это, в общем, я с этим согласен. Он откровенно симпатизировал братьям-мусульманам. И в этом смысле его общение близкое, подчеркиваю, того, что именно Эрдоган был его ближайшим иностранным лидером, оно очень характерно. Вообще, администрация Обама сочувственно относилась и к египетским братьям-мусульманам. Ведь именно Обама подтолкнул братьев-мусульман в Египте к свержению давнего союзника США, президента Египта Хосни Мубаркова в том же 2012 году. А затем, когда в 2013 году братья-мусульман не пришли к власти в Египте, он поддержал их режим. И понятно, что, как и Эрдоган, администрация Обама и Байдена была просто в ярости, когда после массовых протестов по всей стране в Египте, вслед за истощением финансовых резервов Египта, которые поставили, по сути дела, 90-миллионную страну буквально на грань голодной смерти, египетские военные силы отстранили братьев-мусульман от власти и назначили тогда президентом генерала Абдул-Фатаха Ассис. Это вызвало тогда бешеную ярость и у Эрдогана, и у Обамы, и Байдена. И на протяжении всего своего второго срока Обама и Байден, в общем-то, не делали ничего, чтобы воспрепятствовать усилиям Эрдогана, который активно дестабилизировал и подрывал правительство Сиси, египетское, и пытался вернуть к власти братьев-мусульман. Сегодня около 20 тысяч, к слову, гипетских братьев-мусульман, они проживают в Турции. И Турция стала для них таким же центром деятельности, как вот она стала оперативным центром организации Хамас. Хамас — это тоже братья-мусульмане наши, как бы, израильские. А и египетские, и израильские братья-мусульмане сегодня столуются в Турции, собирают там деньги, отправляют эти деньги на войну против неверных, то есть на гражданскую войну в Египте и на террор в Израиле. И всё это происходит под покровительством Эрдогана. И, в общем-то, США как бы не слишком пытаются остановить это. Администрация Обамы и Байдена не возражала всерьез и против усилий Эрдогана в поддержку режима Айятоу в Иране, который вот тогда превратили Турцию в свой важнейший экономический центр, такой хаб, который обеспечивал иранским властям возможность обходить международные санкции. То есть тогда вот при Обаме, по сути дела, турецкие банки, они пропускали через себя всё то, что иранские банки не могли делать, находясь под санкциями ООН. И когда решение Обамы пришло умиротворить Тегеран с помощью ядерной сделки, той вот злосчастной, которая открыла иранный путь к ядерному арсеналу и, по сути дела, отменила санкции ООН, которые обогатили Айятоу, Обама и Байден, они стали в каком-то смысле сообщениками Эрдогана вот в этой поддержке иранского режима, поддержке политического ислама братьев-мусульман и режима Айятоу. И в целом, конечно, стремление Обамы и Байдена умиротворить Иран, оно мешало администрации их принять какие-то эффективные действия против президента Сирии Асада, который был иранским и российским вассалом в то время. В конце концов, вот это нежелание Обамы противостоять Ирану предоставило России возможность впервые с 1982 года разместить в Сирии войскам. Это тоже помним хорошо. И нерешительная политика Обамы в Сирии сыграла свою роль и в том решении, которое принял Эрдоган, когда он начал переговоры и в итоге купил российскую систему С-400, вбившую Клин, по сути дела, в альянс НАТО, расколовшую альянс НАТО. Теперь что мы слышим? Мы слышим, что Байден обещает восстановить внешнюю политику Обамы на Ближнем Востоке во всем объеме и во всем мире, если только будет избран в следующем месяце. То есть мы можем уже четко представлять себе, что вся эта политика задабливания братьев-мусульман, уступок братьев-мусульманам, заискивания перед Эрдоганом, она все будет продолжена. Теперь что можно сказать о Трампе, о его подходе? На первый взгляд, политика Трампа в отношении Турции тоже, в общем, не слишком отличается от подхода его предшественника Обамы. Ведь Трамп не стал оспаривать членство Турции в НАТО и в определенной мере даже подчинился, как я уже сказал раньше, требованиям Турции в Сирию. Кроме того, хоть Трамп и заблокировал поставку F-35 в Турцию, он ведь так и не стал накладывать санкции на эту страну за ее агрессивное поведение в отношении Греции и Кипра. И Трамп не вывел войска США с базы Инжерлик, самой главной, важнейшей американской базы в Турции, Инжерлик. Не изъял оттуда ядерные боеголовки, которые там находятся в Американске. Более того, Трамп и сейчас как бы продолжает относиться к Эрдогану как к такому лидеру, который заслуживает уважения, вызывает уважение. Но все это только на первый взгляд, потому что на практике подход Трампа, он в корне отличается от прежней политики Обама и Байдена. Я сейчас объясню, почему. Трамп, как известно, не является идеологом. Ну, конечно, если не считать вообще девиз Америка прежде всего идеологической позиции. И в итоге придерженность Трампа к продвижению интересов США регулярно приводит его к отказу от традиционной политики, если та, по его мнению, не соответствует реальным на местах. То есть, если Америка всегда поступала таким образом, а Трамп видит, что это не работает сейчас, не приносит Америке никакой пользы, он отказывается от этого. И это вызывает часто шок у дипломатов американских, не только американских, у всего политического истеблишмента, но вот в этом как бы вся суть Трампа, вся прелесть Трампа. Что если он видит, что что-то не работает, так он говорит, я не хочу это продолжать, я буду искать другой вариант. Так, например, традиционно считалось, что невозможно наладить мир между Израилем и арабскими государствами, пока остается неурегулированным конфликт Израиля с палестинскими арабами. Но Трамп заметил, что Израиль и ряд арабских государств Персидского залива, Египет, поддерживают тесные деловые связи. Мы об этом говорили несколько передач назад. И почти дружеские отношения. И он понял, что ошибочность традиционных представлений о методах решения вопросов на Ближнем Востоке, она мешает. И он ее отрицал, да бог с ними, с этими пластилинцами. Вы наведите сейчас масты между собой, это то, что произошло. А дальше уже как-то все будет раскручиваться. И точно так же со времен еще Рональда Рейгана в Вашингтоне преобладало мнение о том, что США во что бы то ни стало должны заключить сделку с аэтовами в Иране. А Трамп, он пришел и понял, что это не безуспешная попытка, потому что иранский режим, он стремится уничтожить США, поэтому совершенно не готов заключать с ним мир. Иранцы даже на самом деле отказались подписывать с Обамой вот эту пресловутую ядерную сделку. Ее проводили не как международный договор, совсем по-другому, чтобы никто не посчитал, почему иранцы так вот не хотели подписывать. Потому что они не хотели, чтобы кто-то увидел, как они соглашаются заключать мир с великим сатаной. То есть они ни на секунду не забывали, с кем они имеют дело. Обама пытался внести, ввести в заблуждение и сенаторов, и вообще весь американский народ, и весь мир. И в целом во внешней политике на Ближнем Востоке, как, впрочем, во всем остальном мире, подход Трампа состоит в том, чтобы судить о лидерах по их делам, а не по словам. И аналогично ту или иную политику Трамп оценивает в соответствии с тем, насколько она эффективно продвигает интересы США и союзников американских, а не в зависимости от того, какую поддержку эта политика получает, скажем, от классического эстеблишмента в Госдепартаменте, от классических политиков и дипломатов. И мы с этим, постоянно с этим сталкиваемся, они все в шоке, а Трамп говорит, а зачем я буду это делать, если это невыгодно Америке? Я не вижу никакого смысла. И, в принципе, партнерские отношения США с иностранными государствами Трамп стал выстраивать для продвижения американских интересов, разумеется. Основываясь на наличии общих интересов, они, не полагаясь на формальные структуры, которые всегда существовали, и вот этот институционный подход, мы об этом тоже как-то говорили, который Трамп полностью отмел, как неработающий, неэффективный. И все эти аспекты вот этого нового подхода Трампа, по сути дела, как бы подхода здравого смысла в противовес традиционной политике, традиционной дипломатии американской, они очень актуальны для того, чтобы дальше развивать отношения американской политики, как бы успешно, отношения к Турции в рамках американской политики, к Турции под властью Эрдогана. Ведь Эрдоган откровенно сейчас выставляет себя в качестве такого враждебного почти всему окружению своему региональному государству. И Эрдоган откровенно заинтересован в том, он даже не скрывает этого, что он пытается натравить все стороны вокруг себя друг на друга, реализуя при этом свои усилия по построению новой Османской империи. И в этом контексте все чаще мы слышим разных европейцев, в том числе, которые требуют от США, и в США самим их тоже, исключить Турцию из НАТО. Но фокус, или как бы фишка, как говорят сейчас, в том, что совершенно непонятно, принесет ли вот такая прямая конфронтация с Эрдоганом пользу, поможет ли она его нейтрализовать. Наоборот, очень даже не исключено, что такая ситуация, напротив, придаст ему силы, помогая сплотить турецкое общество перед лицом как бы внешней угрозы. Может быть, даже Эрдоган специально провоцирует Америку, чтобы нарваться на такую активную американскую позицию, конфронтацию с Америкой, и под это дело общество свое консолидировало. При этом надо понимать, что экономика Турции сейчас оказалась на грани крахма. Об этом тоже уже говорили. Это страна, которая, в общем, давала потрясающие результаты экономического роста. Сейчас ее кредитные рейтинги отправлены буквально в мусорную корзину, потому что там ситуация очень тяжелая экономическая. И вот исходя из этих всех перечисленных соображений, учитывая многоплановость, многосторонность, как бы многофронтову, многие фронта агрессии Эрдогана, возможно, что первой, важнейшей и реалистичной целью в политике Америки по отношению к Эрдогану может стать именно экономическое ослабление Турции, которое подрывает власть Эрдогана. Например, введение экономических санкций против Турции за агрессию против Греции и Кипра, которые, вот эти экономические санкции, они смогут подтолкнуть Турцию к еще большей экономической пропасти. Они действительно создадут большие проблемы. Мы это помним. Трамп уже обыгрывал эту ситуацию, когда турки захватили американского пастора в Турции и держали его как заложника. И Эрдоган наращивал свои требования. И внезапно Трамп, вместо того, чтобы, как Обама, идти на поводу и выполнять требования Эрдогана, просто ввел пошлины на турецкий алюминий и начал экономическими мерами прижимать Турцию так, что Эрдоган очень быстро сдался. Полностью сдал все позиции. Аналогично, не поднимая вопроса об исключении Турции из НАТО, США, возможно, могли бы просто не продавая Турции передовые платформы и при этом демонстрируя свою поддержку Греции и Кипру и Израилю и всему этому блоку ближневосточному Израилю и арабским партнерам Израиля показывать Турции тем самым как бы вот что ей недовольны, но при этом не выгонять из НАТО. Это правда, что Китай уже вовсю пытается вытеснить США спонсирование турецкой экономики и продажа Турции оружия. Но вместе с тем вот именно пока Турция находится в рамках Альянса НАТО, у США гораздо больше рычагов влияния на Турцию, чем у Китая. Таким образом, вот эта пассивно-агрессивная политика, направленная на ослабление власти Эрдогана и создаваемых им угроз, она очень-очень в русле подхода Трампа. Ведь, заметим, Трамп вообще редко атакует своих оппонентов напрямую. Даже вводя крайне суровые экономические санкции в отношении Северной Кореи, объявляя ее государством поддерживающим террор, Трамп при этом продолжал публично проявлять такие знаки дружелюбия в адрес северокорейского диктатора Ким Чен Ина. И точно так же он себя ведет и вел, и продолжает вести с Путиным, да и с Эрдоганом, как я уже сказал, тоже. То есть подходы Трампа они очень как бы непрямые, это подходы бизнесмена, который никогда не будет хамить в лицо человеку, с которым он пытается заключить сделку или вынудить того к сделке, которая выгодна Трампу. Но он будет использовать экономические рычаги и другие методы, которые не оставят его собеседнику никаких других вариантов. На самом деле вера Эрдогана в том, что ему действительно удастся восстановить Османскую империю одновременно атакую и страны-члены ЕС, и НАТО, и ругаясь США, и ссорясь с ключевыми союзниками США на Ближнем Востоке, и заодно еще наезжая на Россию на трех фронтах уже, все это как бы можно объяснить только какой-то крайней степени его нарциссизма, такого какого-то зашкаливающего высотомерия. И я бы сказал, что это возможно было результатом того отношения, которое проявляли к нему Обама и Байден в свое время. То есть они его приучили за восемь лет своего управления, что, в общем, ему все позволено. И он возомнил себя и таким как бы ковбоем, или даже не знаю, хулиганом, которому можно все и которого никто не может обуздать. И теперь, когда Эрдоган открыто угрожает сразу на множество союзников США, то есть это и Греция, и Кипр, и теперь Кавказ, и война в Сирии, и война в Ливии, и ссора с Израилем, и постоянная поддержка врагов Египта, Саудовской Аравии, и Объединенных Арабских Эмиратов, сейчас, вот когда все это происходит, становится все более очевидным, что Турция, по сути дела, превращается в самую большую, самую быстро растущую угрозу стабильности и миру на Ближнем Востоке. То есть да, Иран, безусловно, как бы на своем месте, но Иран уже почти задавлен, и там внутри начинаются вот эти процессы раскручиваться, экономические, разрушающие, подрывающие власть Айатол изнутри. То есть это то, о чем мы говорили много раз. Не стоит воевать с Ираном открыто, это то, что, в общем, Трамп всегда как бы он подводил, но не вводил, он не пытался использовать мощь американской армии против Ирана, потому что он понимал, что в этой ситуации Айатолы консолидируют иранское общество, и действительно это будет тяжелая война, лучше давить их экономическими санкциями, добиваясь того, чтобы общество само сбросило этот режим. И вот точно такой же подход на самом деле требуется сегодня и в Турции. Может быть, кому-то трудно осознать, что Турция, которая недавно еще была таким почти европейским государством, которая и сегодня, в общем, открыта для туризма, и она поражает своим качеством сервиса тех же самолетов и аэропорта, и это очень дружелюбные люди, тем не менее, под властью Эрдогана она быстро превращается в оплот братьев-мусульман, то есть радикального политического исламского движения, которое угрожает, собственно, и всему Ближнему Востоку, и всему миру. И у победителя президентской гонки в США, которая завершится вот в ноябре, остается, на самом деле, все меньше времени на то, чтобы загасить эту проблему, турецкую проблему, с не меньшими потерями. Внешняя политика Трампа, она основывается на осознании реальности, а не на приверженности к тем или иным идеологическим традициям или традиционным каким-то догмам. И мы видим, что Трамп отдает предпочтение такой вот косвенной конфронтации и предоставлению партнерам США возможности предпринимать собственные действия. Он не пытается навязывать свое решение другим странам или, например, воевать за них. Нет, он говорит, окей, вы сами, и мы вам поможем, но вы сами. И вот этот подход на Ближнем Востоке вполне обеспечивает сегодня американскому президенту ту необходимую гибкость, которая может очень серьезно сократить Эрдогану пространство для маневра, лишить его экономической устойчивости, а затем и популярности у себя дома и предоставить союзникам США и посредственно пострадавшим от турецкой агрессии, в том числе, в первую очередь, между Грецией и Кипром, возможность эффективно осадить Эрдогана при том, что возможность США прямого участия в этом и не примут в этом прямого участия, их там не будет, они будут только за спиной. И на самом деле такой вот как бы попытка анализа ситуации, я думаю, что несмотря на то, что сейчас выборы и коронавирус, это все будет очень, скажем так, не будет, это все очень актуально для американской внешней политики на Ближнем Востоке, и я очень надеюсь, что Трамп поддержит победу в ноябре, и мы увидим вот эти шаги по украшению Эрдогана уже в самое ближайшее время. Спасибо всем. Спасибо, Александр. Сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и обязательно продолжим. Продолжаем нашу программу. Телефон в студии 847-4-0-0-5-2-0-0, на тот случай, если у вас возникнут вопросы. Хотелось бы поговорить о политике, о политических буднях Израиля, но если можно, несколько слов, тут я посмотрел где-то в новостях пожары какие-то где-то там в районе Хайфа, что даже в Хайфе смог чувствуется. Что-то об этом знаете? Да, давно этого не было. У нас сегодня очень жаркий день. Синоптики говорят, что давно такой жары у нас не наблюдалось. И, как правило, жаркий день идет вместе в одном пакете с поджогами. Да, именно поджогами. То есть, понятно, что пожары, не все пожары это поджоги, иногда бывают случайные какие-то пожары по неряшливости, по ошибке, но в Израиле, к сожалению, поджоги это одна из тех войн, одной из фронтов войны, которую ведут арабские враги против еврейского государства. И речь идет, как правило, о молодых арабах гражданах Израиля, которые, вот, например, в Хайфе, это действительно было несколько лет назад, когда просто жители Хайфы, студенты Хайфского университета, они устроили массовые поджоги, которые спалили огромные районы города и леса, которые находятся внутри города Хайфы. И, более того, они действовали не просто как бы злонамеренно, они сначала устроили пожар вокруг пожарной станции, чтобы как бы нейтрализовать пожарников, одновременно запалили несколько районов. То есть, это был продуманный теракт. В общем-то, слава богу, все это как бы у них не очень удалось. И, судя по всему, пожары, которые происходят сегодня в стране, на севере, это тоже пожары, вызванные поджогами. Речь идет о Нацерет-Элите, он сейчас называется Нофа-Галиль, это город как бы над Назаретом, еврейский квартал Древнего Назарета. Речь идет о окрестностях Хайфы. Натаньяу собрал совещание и взвесил возможность как бы позвать на помощь, призвать иностранную помощь. Дело в том, что вот в свое время, в 2010 году, по-моему, в Израиле был очень тяжелый пожар, тоже вызванный поджогом, но там непонятно, был ли это теракт или просто как бы раздолбайство друзов молодых из деревни. Далее Талькармель под Хайфой, когда были большие жертвы и огромный пожар прошивал в Хайфском лесу, Кармельском лесу. И действительно для того, чтобы его потушить, пришли на помощь самолеты из разных стран. Обама, 2010 год, тогда был Обама, он тянул как мог, он фактически сорвал помощь, которую Израиль обратился к Америке. За помощью Обама это дело спустил на тормозах под всякими предлогами, а тогда пришел самолет из России, огромнейший самолет, который просто зачерпывал воду, мы это видели, это же в Хайфе, зачерпывал воду из моря, всасывал, а потом выплескивал какие-то безумные количества этой воды на лес, таким образом участвовал в крушении пожара. И вот сегодня я видел в новостях, Натанил взвешивает возможность снова обратиться к соседним странам, позвать их на помощь, потому что Израиль, в общем, израильская система противопожарная, она существует, но когда речь идет о таких масштабах, она уже не очень справляется. и пока я видел эвакуированы тысячи людей, то есть действительно пожары очень серьезные, будем надеяться, что все это удастся взять под контроль и минимизировать тот ущерб, избежать теорических жертв, которые это все несет. Это не я очень спокойно с точки зрения терактов, но тем не менее такие вещи тоже случаются, нельзя забывать о том, с кем мы имеем дело. Давайте примем звонок и потом перейдем к следующей теме. Добрый день. Здравствуйте. Если можно, я хочу сделать небольшое дополнение к тому, что вы говорили, и вопрос задать. Значит, при Обаме его цари, так называемые, из 32-30 человек были братья-мусульмане. Поэтому это просто как бы подтверждает все то, что вы говорили. Он сам мусульманин и он вел, собственно говоря, нашей страной, получается, руководили братья-мусульмане. А вопрос у меня такой. Вот у вас, значит, Израиль известен тем, что есть такие телесериалы очень много, очень известных в мире и как бы занимает лидирующие положения, сейчас даже Израиль по вот таким вот интересным телесериалам. Есть такой телесериал «Автономия». И он о конфликте между ультра- ой, ультра-ортодоксальным и светским обществами в Израиле. И вот я... Алло? Говорите, говорите. А, окей. И я читала, значит, статьи, что вот этот как бы конфликт между религиозным обществом и светским обществом он более разрушительный, чем даже между, будем говорить, газой и вообще арабским сообществом, мусульманским внешними врагами. И даже вот этот конфликт более разрушительный, короче говоря, чем внешний конфликт с явными врагами, мусульманами. Поэтому я бы хотела узнать, во-первых, сколько в абсолютно... Да, и, кстати сказать, значит, Тель-Авив, он является как бы столицей тоже, он является столицей светского, как бы государства, светской части Израиля, а Иерусалим, соответственно, религиозной части Израиля. И хотелось бы узнать, сколько в абсолютных цифрах вообще, значит, ультра-ортодоксов, ортодоксов религиозных, которые консервативные, и так далее, и светских, чтобы было понятно все-таки, на самом деле, являются ли они как бы, ну, действительно, какой-то силой религиозной, потому что... Алло? Александр? Ну, на самом деле, вопрос о соотношении сил между светским и религиозным обществом, вообще соотношением между религиозным и светским обществом, это большой и серьезный вопрос. Если говорить в двух словах, да, сегодня в первую очередь левые силы пытаются раздувать этот конфликт, как бы внося раздрай в еврейское общество и натравливать светских на религиозных, это существует. Но я бы сказал так, что несмотря на реально существующие проблемы и вот на эту травлю, или подстрекательство, которое со стороны левых партий ведется, все-таки на местах, то, что называется, в реальной повседневной жизни светские, религиозные евреи находятся в хороших отношениях, проблемы существуют, я думаю, что мы поговорим о них как-нибудь в одной следующей передаче, я постараюсь подготовить такой вот более подробный обзор, рассказывающий и о проблемах, и о том, как это все решается. Я думаю, это правильный подход, потому что в двух словах... Я думаю, это самая главная проблема Израиля, хотя ее пытаются представить самой главной. Итак, вернемся к израильским политическим будням. Да, мы как-то в последнее время давно не говорили об израильских политических буднях, потому что, в общем-то, это все как-то так вот кипело на медленном огне, сейчас это все начинает закипать как бы немножко более активно. И я бы сказал, вот последние дни израильская пресса, в первую очередь, левая пресса, изо всех сил раздувает как бы такого новую, я бы сказал, новую звезду и надежду израильских левых, но я это все говорю в кавычках, сейчас вы поймете, почему. Потому что, конечно, нет более смешной ситуации, чем та, что происходит сейчас в Израиле, и речь идет о лидере правой партии, откровенно правой партии Ямина, находящейся справа от Ликуда, Нафтали Беннетт. И, на мой взгляд, ничто не символизирует вот эту отчаянную тоску израильских левых с такой пронзительной ясностью, как их восторги по поводу усиления вопросов партии Ямина, которые возглавляют Нафтали Беннетт. Я объясню, о чем речь. Нафтали Беннетт не вошел в правительство Натанияу, он остался в оппозиции, и сегодня партия, которая, в общем-то, год назад вообще однажды сумела не пройти электоральный барьер, то есть получила меньше четырех мандатов, потом они все-таки прошли электоральный барьер, но буквально там как бы с минимальным количеством мандатов. Сегодня эта партия, партия Ямина Нафтали Беннетта, раздулась по опросам, буквально получив второе место в списке. То есть результаты разных опросов сильно разнятся, но суть остается вот одной и той же. Самой большой партией неизменно является Ликут, а следующая за ним идет Ямина, которая обгоняет все левые партии, и даже вот недавнюю партию, которая до последнего времени занимала второе место, это общий список арабских партий, которые отрицают право и вред, кстати, на собственное государство и поддерживают террор. Они слились вместе, четыре партии арабские, и они были второй как бы фракцией в Кнессете по величине, по всем опросам. А сейчас их оттеснила партия Ямина, которая буквально несколько мандатов всего отстает от партии Ликут. И левые просто сообщают это с каким-то бешеным энтузиазмом, нездоровым. У них светятся глаза, вот, наконец, кажется им, как они представляют, нашелся кто-то, кто нанесет последний удар на Таньяу. И вот я читал сегодня с утра заголовки левых изданий. Они пишут новые опросы, Ликут рассыпается, Беннет достигает почти размеров Ликуда. Я захожу посмотреть подробности. Подробности, конечно, не такие радужные, в кавычках, как представляют себе левые. То есть Ликут, да, Ликут потерял какое-то количество мандатов, Беннет действительно стал очень большой фракцией. Но партия Ямина, в отличие даже от центристского Ликуда, это же партия четкой правой повестки дня. И она не только не заигрывает с антирелигиозными настроениями, как делают левые определенных слоев общества, она напротив последовательно занимает религиозную сионистскую позицию и вообще возглавлена человеком в кипе. Нафталий Беннет человек, который носит кипу, то есть религиозный еврей. Другими словами, то, что произошло сегодня, это должны признать критики Натаньяу, в первую очередь, справа. Какими бы, по их мнению, недостатками не обладал Натаньяу, он сумел так переформатировать политический расклад в Израиле сегодня, что основная конкуренция происходит уже не между левыми партиями и даже не между левыми партиями и центристским Ликудом, а между Ликудом и откровенной правой Еминой. И лично меня, например, как человека правых взглядов, это очень радует, потому что конкуренция между центристским Ликудом и правой Еминой, по сути дела, к чему она ведет? Она ведет в конечном счете к усилению правой политики, к тому, что будет строиться в Иудее и Самари. И уже сейчас мы знаем, что после очень долгого замораживания Натаньяу намерен дать разрешение на строительство в Иудее и Самари, там, по-моему, пяти тысяч единиц жилья. То есть мощный темп, это все, в общем-то, это результат конкуренции и Ликуда. Это ведет к укреплению свободного рынка и даже к тем шагам по ослаблению диктатуры высокопоставленных чиновников, вот пресловутого Дипстейта, о котором мы все время говорим. То есть, когда Натаньяу начинает бороться с конкуренцией справа, то мы видим, как его политика становится все более и более правой. Меня это очень радует. Но главные опасения, которые озвучивают правые противники Беннета, она заключается в том, что они говорят, а не повторит ли вся эта история маневр с Неберманом, который был правым-правым, а потом взял и перепрыгнул из правого лагеря в одну команду с левыми и с отрицателями правоевреев на собственное государство, со сторонниками террора, и увел всю свою паству из правого лагеря в левый лагерь. Но, на мой взгляд, вероятность подобного развития событий в Израиле сейчас не слишком велика. Я объясню, почему. Главное, на мой взгляд, в отличие нафтали Беннета от Липермана, даже не в том, что Беннет, похоже, никак не сидит на крючке у чиновников прокуратуры и, видимо, не отягощен обязательствами перед враждебными Израилю, иностранными или иными интересантами, скажем так. А главное отличие в электоральной базе их партий. Сторонники Беннета, которые составляют костяк его избирателей, они не являются вот таким наивным стадом, который готов и послушно менять свою повестку дня в соответствии с сиюминутными интересами лидера. То есть вот у Липермана было просто. Его паства, он говорил, ненавидим арабов, они все громко ненавидели арабов. Потом он приключил свою ненависть на религиозных евреев, они все стали громко ненавидеть религиозных евреев. У Беннета это совершенно по-другому. Публика у Беннета гораздо более интеллигентная и более осознающая, чего она хочет и чего не хочет. Поэтому отход Беннета от базовых позиций правого лагеря, без которых его союз с левыми, по сути дела, невозможен, она приведет к немедленной и долговременной потере им основной массы своих избирателей. То есть до Липермана переход из одного лагеря в другой, в общем-то, не был смертельным. Пока что он по всем вопросам свою паству от своих избирателей, свою публику которая голосует за него, потому что он Липерман и неважно, что он говорит и как он говорит, он сохраняет. Публика, которая поддерживает Беннета, это люди, которые голосуют за позицию и за идею. И если бы Беннет решил сменить правую позицию и перейти в левый лагерь, он бы просто потерял эту публику и он понимает, что это приведет к смерти его партии. Одно дело, как сейчас, перетягивая на себя правый электорат, поддакивать левой повестке дня, то есть, да, винить во всем Натанияу, осыпать как бы все прегрешения, все проблемы Израиля валить на антидеяло, это то, что делает сейчас Беннет, это то, что мне совершенно не нравится, к слову. Но другое дело, пойти на откровенный союз с левыми, оставив традиционного партнера, то есть партию Ликут. Такое возможно для списка, чьи избиратели фонетично преданы вождю. Но, как я уже сказал, не для партии, основной электорат, который голосует за позицию и за ценностные категории. Но при этом надо еще понимать, что вот этот расклад замечательный. На самом деле, как это выглядит сейчас, то есть если бы эти опросы действительно давали нам реальную картину выборов, то это было бы здорово. Ликут и Ямина вместе фактически составляют коалицию. Они берут к себе, например, еще партии религиозных евреев, ультрафтодоксальных евреев, и получается четкое правое большинство, которое действительно может заняться и строительством людей в Сомалии, и разгоном гип-стейта, и возвращением полномочий к Нессе, то есть все, о чем экономики свободны, все, что мы хотим. Но следует понимать, что нынешние опросы, они на самом деле не отражают настоящий политический расклад. Потому что как только дело дойдет до реальной предвыборной борьбы, возникнет одна или, может быть, даже несколько умеренно таких вот левых партий, которые будут претендовать на колеблющиеся голоса избирателей и центристов. И СМИ начнут клеймить Беннета правым фашистам и сторонникам поселенцев и прочих злодеев, разумеется, и религиозным рокобесам. Это все придет к тому, что часть вот тех людей, которые сегодня говорят, что мы голосуем за Беннета, потому что им кажется, что Беннет тем, кто наконец свалит ненавистного им Натаньяу, они вернутся к своему левому лагерю. Но пока что по всем опросам Ликуда и Мина вместе с уртардодоксами могут уверенно сформировать коалицию. И даже появление вот такой вот умеренно левой партии, о которой сейчас говорят, очень левого мэра Тель-Авива Хульдаи, который устремился в политику, и бывшего, еще одного бывшего начальника Генштаба, у нас мало начальников Генштаба сейчас в Кнессете еще один, так сказать, торопится туда пойти. Все это действительно может перекроить как-то карту, но опросы показывают, что вот на силы Беннета и Натаньяу вместе они никак не повлияют. Александр, давайте попробуем принять звонок с вопросом. Добрый день, пожалуйста. Добрый день, Сергей. Добрый день, Александр. Александр, я хочу у вас задать вопрос, сделать маленький этот вот вступление. Вы знаете, проследя на последние 20 лет, особенно когда Билл Клинтон и Обама были у власти, они как бы, или они, вот у меня вопрос, они это случайно или не случайно. Клинтон принимал Арафата, кажется, больше 50 раз, больше, чем любого лидера в мире за свои 8 лет. Обама, в свою очередь, с организацией мусульман, тоже принимал неоднократно больше, чем когда-то. Это было потому, что они не понимали ситуацию, или это было сделано специально в пику Израиля. Как вы это понимаете? Скажите, я вас послушаю. Спасибо. Непростой вопрос. Я понимаю так, что времени у нас буквально одна минута, поэтому я буду за телеграфной строкой говорить. Я думаю, что это очень похоже на поведение израильских левых. Израильские левые ведь тоже обнимались и целовались за сос с арабскими террористами, убийцами евреев. И возникал вопрос, как это может быть? Это вот как бы такая вот такая небрезгливость бешеная, безумная. Это что, предательство интересов или какой-то хитрый расчет, или просто глупость и наивность? Я думаю, что все вместе. То есть, с одной стороны, ваши американские левые давно понимают, что если они будут опираться или обращаться к как бы нормальным американцам, то они там не получат себе большинства, потому что нормальные американцы голосуют за свободную экономику, за меньше налогов, за меньше государства. Это то, что левые не готовы им дать. И поэтому левым нужно обращаться к каким-то маргинальным группам и отсюда уже прямой ход ко всяким вот таким экстремистам и радикалам, типа, братья-мусульман, террористам, арабским и прочее, и прочее, и прочее. С другой стороны, когда мы говорим об Обаме, это немножко другая ситуация. Обама, судя по всему, я не уверен, что он был братом мусульманином, это все-таки теория конспирации, на мой взгляд, но то, что Обама был неомарксистом, то, что Обама всерьез хотел и стремился к разрушению Америки как либерально-демократического государства, в этом у меня никаких сомнений нет. И на пути к разрушению либерально-демократического государства у вот этих неомарксистов действительно братья-мусульмане ближайшие союзники. Именно поэтому, кстати, мы говорим, как может быть, что израильские, американские левые якшаются с теми же братьями-мусульманами, которые, например, гомосексуалистов убивают, сбрасывают с высотных зданий, а потом американские, израильские левые, так сказать, с ними целуются и за ручку уберутся, при том, что они же такие большие защитники меньшинств, в том числе сексуальных. Как это может быть? А в том-то и дело, что для неомарксистов гомосексуалисты это просто инструмент, инструмент, через который они пытаются разрушить американское общество, как бы развалить его, ввести этих комиссаров, которые будут навязывать инклюзивность там и все это, диверсити. На самом деле, проблемы реальных людей их совершенно не волнуют. И для них реальными союзниками являются вовсе не сексуальные или какие-то национальные меньшинства или расовые меньшинства, а братья-мусульмане, которые разрушаются или направлено либерально-демократический уклад Америки и вообще всего Запада. И в этом смысле, я думаю, что нужно различать Клинтон и Обаму. Клинтон просто левая дура, а Обама был осмысленный и серьезный враг либерально-демократического американского общества. Спасибо. У нас еще остаются две с половиной минуты времени. У нас есть вопросы какие-то? Ну, пока давайте попробуем все-таки о принце, бывший посол Саудовской Аравии в США. На этой неделе принц Бандар, это бывший посол Саудовской Аравии в США, он сделал очень примечательное заявление. Он, собственно, выступил на телеканале Саудовской Аравии и рассказал как бы о всех врагах Саудовской Аравии, рассказал, раскритиковал Турцию, Катар, основных помощников и спонсоров братьев-мусульман. И выступил с очень резкой критикой руководства автономии, палестинского руководства, собственно, и Хамаса, и Абумазана. И он все туда включил. И то, что Хаджамин Аль-Хусейни в сороковые годы прошлого века якшался с Гитлером. И то, что Есер Арафат поддерживал Саддама Хусейна. И то, как были сделаны соглашения ОСЛ и к чему они привели. И, в общем-то, это была такая часть критики, там, собственно, даже три передачи было. Очень подробная критика руководства палестинских арабов, которая сводилась к тому, что вот мы, саудовцы, им помогали, помогали. Мы советовали, советовали. У нас сердце болело за простых палестинских арабов, но это руководство, начиная вот с Хаджамин Аль-Хусейни, через Арафата и до Абумазана с Хамасом сегодняшним, они просто идиоты, которые все всегда портят, все всегда разрушают и не слушают наших умных советов. И, конечно, это выбесило ужасно палестинское руководство. Они, конечно, уже отреагировали, как они умеют, и предатели, вонзившие нож в спину и прочее, прочее, прочее. Но интересно здесь другое. Интересно как бы то, на что палестинские телеканалы и СМИ не обратили внимания. Это интервью Бандара вообще было не к ним. Они ему вообще не интересны. Он в этом интервью обращался к народу Саудовской Аравии. И он им объяснял, по сути дела, как бы готовил почву для следующего шага. То есть он им говорит, ребята, хватит уже переживать по поводу палестинских арабов. Они, может, и хорошие, мы их очень любим, но руководство у них такое дурное, что помочь им невозможно. Поэтому просто надо убрать это руководство, это то, что было заложено в его речи, и двигаться дальше. Другими словами Саудовская Аравия, которой мы вот думали, что вот-вот уже она подпишет соглашение с Израилем, она пока не подписала, там идут процессы, и они готовят свое общество к тому, чтобы объяснить народу, что Бог с ними, с этими палестинскими арабами, а эти уже как получится, так и будет. Хороший знак, хороший знак. Спасибо, Александр, и до встречи в следующий раз. Всего доброго.